Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Украинские военные разгромили очередную российскую колонну в Донецкой области. На этот раз бой дала 33-я бригада ВСУ. На видео, которое было представлено бойцами, показано, как они отражают атаку четырех вражеских бронемашин, двух танков Т-72 образца 2022-го с козырьками, а также одной БТР и одной БМП-3. Последняя ехала в обвесе по типу бронесарай. Это ее не спасло, как не были спасены и остальные. Судя по кадрам, артиллеристы, дронщики и противотанкисты ВСУ размозжили как минимум три машины противника, а в конце показали, как добили личный состав террористов, которые, как можно понять, сбежали в местный окоп из подбитой или подбитых колымак. Типичная картина, которая не была бы столь удивительной, если бы это не была как минимум четвертая за неделю вот такая атака, а точнее видео вот такой атаки с в итоге сожженной колонной агрессора. И это за минувшие шесть дней на разных участках. Призрак стремительного истощения советских запасов все более грозно смотрит на Россию после каждой такой аннигиляции ее колонны. Он дает о себе знать самых неожиданных эпизодов, и один из них сейчас покажу. Дело в том, что сегодня появилось видео с соседнего направления, предположительно из-под того же Курахова, где Россия теряет вереницы военной техники. Это видео от 72-й бригады ВСУ, известное как «Черные запорожцы». В кадре недавняя серия сбросов тяжелых гранат на позиции противника и его бронехлам. Однако самый интересный кадр здесь это уничтожение танка типа Т-54 или Т-55. Дело в том, что это очень старый танк, и это далеко не первое появление такого старья 70-летней давности на вооружении интервентов. Но ранее они тянули подобный старый металлолом на менее приоритетные направления вроде того же Харьковского. А теперь эти горшки показались на Донеччине, приоритетном для России направлении. Не слишком хороший знак для Кремля, не так ли? Мы постоянно предупреждаем о том, что Россия не сможет бесконечно разменивать чудовищное количество своих солдат и военной техники на куски земли, в которых нет ни оперативного, не стратегического, а тем более смысла. Рано или поздно придется расплачиваться за такое расточительство. То, что агрессор в свое время не смог взять на Харьковскую операцию, как он планировал, вот как раз большое количество военной техники, это прямое следствие того, что у Москвы сейчас очень неприятная история, в которой она должна начинать лимитировать свою бронетехнику и выбирать направление, куда отправить более-менее современные танки, а куда танки времен Красной Армии. Но есть и другой, еще более наглядный пример того, что Москва находится теперь уже в тисках этого лимита. Итак, взгляните, а много ли тяжелой военной наступательной техники Россия использует на Курщине? Нет, на самом деле, очень мало. И это стало одной из причин, по которой ВСУ уверенно продвигаются там даже и на 13-й день операции. Вспомните, под Липцами в Харьковской области мы замечали целые колонны старых российских Т-62. Они сгорали спичками, но мы не видели там Т-90, тем более последних итераций. То есть, если где и появляется Т-90, то именно опять же на Донецком направлении, которому, еще раз подчеркиваю, бучанский мясник Владимир Путин уделяет особое внимание. Там же, в Донецкой области, мы видим и другие, более-менее современные российские машины соответствующего класса, такие как Т-80 и Т-72, и невидимых на многих других направлениях. Зато меньше всего мы ожидали увидеть в Донецкой области Т-54. Тем не менее, это факт. Старые, плохо бронированные и мало приспособленные для современной интенсивной войны танки практически сталинских времен едут на смерть сейчас уже и в Донецкий регион. То есть, туда, где безжалостные украинские дроны разносят куда более современную и тяжело бронированную технику России. В этом, конечно, нет ничего удивительного, учитывая, что только по визуальным данным, которые подсчитывает Орикс, потери России в танках за время войны превысили показатель в 3330 единиц. Почти половина из них пришлось именно на Т-72 разных модификаций, чуть менее тысячи на Т-80 и разных итераций опять же. И еще 400 не идентифицированные, а остальные это либо новейшие Т-90, либо Т-62, и старше. Нетрудно догадаться, что почти все перечисленные машины являются не созданными с нуля, а восстановленными после расконсервации советских резервов. Всем интересно было бы взглянуть на то, а что произойдет после исчерпания вот этих советских запасов, если учесть, что максимальный производственный потенциал агрессора это 200 танков в год, не имею в виду сделанных с нуля. То есть, это как минимум в 5 раз меньше количества ежегодных утрат в данной категории. С остальными категориями дела обстоят не лучше, а ведь общее число утрат России достигло уже почти 17,5 тысяч единиц военной техники против 6300 у ВСУ, согласно Ориксу. Разница, как видите, почти в три раза. Однако в танках разница составляет и вовсе в три с половиной раза, учитывая, что ВСУ, согласно фото и видео, утратили менее 900 таких машин. Неделю назад осинт-исследователь Ричард Верекер обновил графики танковых потерь россиян. Одно из главных изменений, которые он отметил, это значительный рост потерь танков Т-80БВМ за период с конца весны и по лето текущего года. Несмотря на их высокую пользу для захватчиков, новые боевые машины именно этого типа не производятся в принципе. То есть, русские лишь снимают старые Т-80БВ с хранения и некоторую часть модернизируют, присваивая им литеру М, тогда как другую часть сразу посылают на фронт вовсе без модернизации. Темпы растрат именно вот таких машин Т-80 показывают, что Россия кажется далека от своей цели по захвату всех четырех областей Украины, когда будет уничтожен последний Т-80. За пределами России есть лишь несколько сотен таких машин у разных стран, которые ранее их купили. Ну а производство этих самых Т-80 невозможно вообще нигде в мире, что означает одно. Террористическая саранча навсегда лишится одной из своих разновидностей танков, которые очень ей помогали воевать, так же как она лишилась уже другой ходовой машины МТЛБ. Они просто были растрачены и тоже не производятся. Дело, однако, не только в танках. Взгляните на то, с какой частотой Россия сейчас теряет по всем фронтам одну из самых своих современных систем ПВО. Систему «Панцирь» накануне Минобороны Украины обнародовала видеоматериал с уничтожением этого зенитно-ракетного пушечного комплекса на левом берегу Херсонской области. Видео прямо перед вами. Разгромлен этот самый «Панцирь» там был посредством «Хаймерса» при корректировке с разведывательного дрона ВСУ. Ни реактивные снаряды, ни беспилотник в очередной раз не были сбиты или подавлены российским ПВО и РЭП, несмотря на то, что, конечно, происходит это все на задней линии фронта, где этих самых РЭПов и ПВО должно быть достаточно. В конце концов, сам «Панцирь» мог бы сбить снаряды «Хаймерса». Поскольку, разве не об этом, говорил в свое время телеканал «Звезда», рассказавший о том, что «Панцирь» сбивает 100% всех 12 ракет «Хаймерс», одновременно запускаемых по ним. Возвращаясь к локации, где был поражен «Панцирь», еще раз подчеркну, речь идет именно о тылу, ну, по крайней мере, может быть, о переднем тылу, но точно не о передовой, где они могли бы легко стать добычей в ПВО «Камикадзе». То есть, иными словами, украинцы могут залезать на заднюю линию россиян и там ликвидировать их самую дорогостоящую технику. Торжество «Хаймерс» над «Панцирями» уже многократно демонстрировалось в последние месяцы и годы. Ну и теперь уже можно сказать, что если есть его успех в перехвате 100% GMLRS, то эти успехи заключаются только в том, что перехват действительно стопроцентно осуществляется самим корпусом «Панциря». Корпусом, который, как в данном случае, разрывается при попадании GMLRS на тысячу частей. И неудивительно, ведь очень часто панцири ловят с полным боекомплектом, который они даже и отстрелять-то не успевают по вот этим самым GMLRS. Орик зафиксировал потери уже 27 единиц таких систем за все время войны, из которых две были захвачены, три повреждены, а остальные полностью уничтожены. В эту статистику, как предполагается, пока не вошла последняя потеря, а может быть даже и несколько потерь, я не проверял. Но даже без этого ситуация для России выглядит безрадостной. Дело в том, что по официальным данным на вооружении ВКС России стоят 50 единиц таких систем, а на вооружении ВМС в России 30. То есть получается, что украинцы выбили как минимум пятую часть таких комплексов за время войны. Хотя кто-то скажет, что это не так много, но дело в том, что за последние несколько месяцев Россия, согласно кадрам, лишилась не менее пяти таких систем, в том числе на своей международно признанной территории. Но и это еще не все. Тут вот в чем нюанс. В случае, если панцири продолжат тянуть на фронт, где они, кстати, очень нужны, они будут гореть еще быстрее при ударах вот тех самых хаммерсов, против которых они бессильны, как, впрочем, они бессильны также и против так называемых новейших украинских ланцетов. В то же время они нужны далеко не только в зоне боевых действий, но также и в глубоких тылах, чтобы защищать их от дальнобойных украинских дронов. Я напомню, в России тысячи и тысячи разных стратегических объектов, и инфраструктурных, и военных. А вот панцирей хватит лишь на одну сотую процента таких объектов. Стоит ли после этого удивляться, что украинские дальнобойные дроны приносят такой успех в поражении многочисленных тех же нефтебаз, одна из которых сгорела сегодня ночью под Ростовом, в городе с характерным названием Пролетарск. Да, там снова были взорваны несколько цистерн на местной нефтебазе, которая, надо заметить, пылала весь день. И судя по кадрам, которые представлены здесь, опять же, пожар усилился с утра, и похоже, что выгорело намного больше тонн топлива, чем изначально могло показаться. И вот это как раз один из тех бесчисленных активов страны-террориста, который мог бы быть прикрыт такими системами, как панцирь. Панцирь, который, как вы понимаете, стал одним из вот тех самых лимитов России. Шпагат. Шпагат, друзья мои, куда тянуть? На фронт или все-таки на защиту нефтебаз? Каждый раз, когда Генштаб России делает выбор в пользу переброски таких ЗРПК в районы боевых действий в Украину, они позволяют украинцам вычистить еще одно хранилище топлива. Такая зачистка, как мы видим, случается не реже одного раза в неделю. История уничтожения панцирей, каждый из которых стоит, я напомню, 15 миллионов долларов, а также история уничтожения российских танков, каждый из которых, я напомню, стоит от миллиона до 4 миллионов долларов, это история неизбежного истощения России в этой войне, которая ведется не за территорией, друзья мои, а за то, кто быстрее исчерпает свои запасы и в людях, и в военной технике. Украину бронетехникой снабжает Запад, который, как мы знаем, даже еще не расчехлялся. А кто же поддерживает бронетехникой Россию? Мы знаем. Страна под названием КНДР с номинальным ВВП втрое меньшим, чем у воюющей Украины. Как вы думаете, кто в этой войне на измор выйдет из игры первым, если Запад сохранит нынешние темпы неспешных, но стабильных военных поставок Киеву, и если война продолжится, ну, хотя бы до 2026 года. Я уж не говорю про 2027 или 2028 года. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. У нас очень хорошие новости. В рамках второго сбора мы собрали уже 16,5 тысяч евро к утру 17 августа в рамках помощи для двух групп ВСУ, я имею в виду новую бригаду, а также спецгруппе ГУР Украины. Первым требуется все, чтобы оборудовать свои позиции, лопаты, светильники, кабели, зарядные станции, старлинк, деталь для автомобиля. Сегодня приплюсовали еще три зарядные станции, а также ремонт для авто плюс 5600 евро. В результате у нас сейчас общая сумма сбора увеличилась на 5600 евро. Ну, а что касается спецгруппы ГУР, то им нужен автомобиль для выполнения специальных задач. Совершить пожертвования для этих двух групп Силы обороны Украины, которым очень нужна ваша помощь, можно, перечислив средства, на счета благотворительной организации Hoplon Foundation. Ее реквизиты банковские, а также PayPal я привожу в описании к этому видео. Отдельная благодарность тем, кто перечисляет сразу крупные суммы, как, например, один из тех, кого я не могу называть, но сумма была 2000 евро, друзья. Низкий поклон, вот особенно тем, кто вот так помогает, конечно, любая помощь цена, но особенно тем, кто помогает вот так, потому что вы помогаете быстрее закрывать потребности украинских войск, которые, как вы понимаете, сейчас находятся в очень сложном положении, особенно если мы говорим именно о новых бригад. Новая бригада это новый личный состав, которого так не хватает украинским военным. Ну, а тем, кто хочет поддержать наш канал, пожалуйста, можете переводить средства через ресурсы, ссылки на которые, опять же, найдете в описании к этому видео, а именно PayPal, банковский счет, Patreon, Buy Me Coffee и суперспасибо в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Ну, а сейчас видеообращение от представителей двух групп, командира роты Руслана Роганова, а также представителя спецгруппы ГУР, имя которого я, к сожалению, не могу назвать по очевидным причинам. Это люди, которые работают в глубоком тылу и в режиме глубокой секретности. Приветствую, обращаюсь к Александру и его аудитории. Наше государство и конкретно командование ГУР делает все, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Но на определенных этапах этого не хватает. Техника быстро изнашивается, так как темп ее использования очень велик. Одной из групп необходимо транспортное средство для выполнения специальных задач. Эти задачи спасают жизни не только гражданского населения, но и жизни военнослужащих. Мы просим помочь нам и заранее благодарим. Всем добра. Я род на одной из новых формирующихся 14-й бригад. Хотел бы обратиться за помощью. Как бы я с у вас ни старался, он не успевает нас обеспечить. Мы формируемся, мы в лесу, поэтому обращаюсь как раз, пользуясь удобными отношениями с Александром, обращаюсь непосредственно к вам. Необходимо. Нам необходимы пауэрбанки большие, нам необходимы стрелинки для связи, мы в лесе. А соответственно, вы понимаете, нужно это все обеспечить, организовать, и чтобы люди могли хоть и любить на связи, могли пользоваться светом. Гонераторов не хватает. Вот, в принципе, что еще хотелось бы просить? Хотелось бы просить хороших лопат. Вот для пехотинца лопата, наверное, не менее важна, скажем так, чем тот же автомат. Вот. Ну и к нам ехал Месена, он говорит, это помогали ее приобрести, она не доехала, требуется ремонт. Вот как бы все это у Александра есть, возвращаются к вам, в принципе, без помощи людей, но мы бы, наверное, не выставили. А так, третья вот война, я понимаю, все устали, всем тяжело. Будем благодарны за любую помощь. Ну что ж, друзья, низкий поклон всем, кто помогает украинской армии и главному управлению разведки Украины, потому что ваша помощь спасает жизни. Ну а те, кто помогает каналу Ньюсейдер, должны понимать, что благодаря именно вашей помощи мы продолжаем работать и повышать качество, а также увеличивать количество наших видеоматериалов. Мира и здоровья всем! До скорого!